Всем привет и добро пожаловать на мой канал! С вами снова я, Чижова Милена, и это Мурмурток. Довольно-таки давно его не было, я решила, почему бы вам не записать в видео, особо что-то прям грандиозного и нового не происходило. Но все же есть некоторые вещи, о которых бы я вам хотела сегодня рассказать. Если вам интересно и вы любите эту рубрику, то пожалуйста оставайтесь со мной и поехали. Итак, хотела бы начать с того, что рассказать о своей рутине, то есть что происходит с вами днями, чем я вообще занимаюсь, учусь ли я где-то и тому подобное, бла-бла-бла. Короче, всех волнует учеба, я понимаю, я говорила не раз в перископе, чем я занимаюсь, где я учусь или не учусь, но все равно вопросы сыпятся. Так что, ребят, во-первых, подпишитесь на мой перископчик, я там Милена Чижова, вот, и трансляции, когда у меня есть возможность практически каждый день. Бывает, что и каждый день те, кто оттуда, те знают. Этот год я закончила 11 класс в прошлом году и решила в этом году отдохнуть, вот, потому что я хотела поступать во ВГИК, но потом поняла, что нет, мне это неинтересно и это не тот вуз, в который, как бы, я хочу поступить и я передумала дина оператора, я не знаю, как бы, почему, нет, ну, я знаю, но это долго объяснять, там много мелких деталей, поэтому я решила поступать в РУДН на журналистику и буду пробовать поступать, подавать документы уже в этом году. Так, с обучением решили, идем дальше, чем же занимаюсь целыми днями. Ну, во-первых, если вы не заметили, видео выходят очень и очень часто. Я очень стараюсь, я практически каждый день снимаю видео, бывает, что я снимаю каждый день и не по одному видео, не по два и даже не по три, бывает, что я снимаю в день 4-5 видео. Я очень устаю, я просто валюсь с ног, я засыпаю, знаете, в 9 вечера бывает, в 10, хотя обычно я ложусь в 3 ночи, в 4, даже в 5 утра, ну, как бы, для меня это нормально. Я думаю, по моим ночным трансляциям вы это знаете, вот, поэтому как-то так. Так, я снимаю видео, я хожу, гуляю, ищу для себя что-то новое, знаете, хожу по всяким таким интересным местам, подчеркиваю вдохновение и выливаю его в свой канал, потому что то, чем я занимаюсь в большинстве сейчас, это мой канал, и я стараюсь вложить в него вот просто каждую частичку, все, что я могу, я очень стараюсь. И, ребят, если вам не сложно, поддерживайте меня, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, потому что я вся в этом, я читаю абсолютно каждый комментарий ваш, я отслеживаю аналитику, то есть мне важно абсолютно все. Поэтому я бы хотела у вас спросить, какие рубрики вы любите больше всего, какие видео вам нравятся больше всего, чтобы я узнала, как бы, потому что аналитика не всегда говорит, как бы, она о многом говорит, но не все, потому что зрители-то живые. Вы можете мне сами сказать, а не я буду что-нибудь там высчитывать из аналитики, вот, поэтому, пожалуйста, напишите, что вы любите больше всего, и почему, и какие рубрики вы бы хотели видеть еще на моем канале, возможно, вы что-то любите у других блогеров, или у вас есть какие-то свои идеи, чего бы вы хотели видеть у меня, вот, и я постараюсь это воплотить. Также целыми днями я играю на гитаре, играю на синтезаторе, пытаюсь научиться чему-то новому, все так же хожу на танцы, но уже в основном на данс-холл, очень полюбился мне этот стиль, он просто, ну, вот, мой, то есть я очень люблю хип-хоп, мне очень нравится хип-хоп, но даже он, учитывая то, что я занимаюсь им больше года, получается у меня хуже, чем за месяц я научилась данс-холлу, вот, так что это уже о чем-то говорит, то есть хип-хоп мне легче воспринимать глазами, мне так больше нравится, но данс-холл я как бы лучше чувствую телом, я думаю, если тут есть танцоры, которые танцуют определенный стиль и пробовали другие, они меня поймут, вот, также хотела бы перед вами похвастаться, вот, чем мне недавно привезли, подарили, блин, даже в кадр не влезает, в общем, это портрет, написанный маслом, он огромный, ну, я думаю, вам уже видно, вот, это я, и, кстати, я сейчас в этой же футболочке, в которой меня и нарисовали, вот, ой, 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 чуть не уронила, господи, вы уже видели этот портрет, если вы подписаны на мой инстаграм, а я там постоянно всякие крутые штучки выкладываю, так что если вы не подписаны на инстаграм, то подписывайтесь тоже, вот, и я лайк на всех подписавшихся, всех, кто будет на меня подписываться и активно лайкать, комментировать, я буду лайкать ваши фотографии и, возможно, даже комментировать, так вот, этот портрет мне подарили прекрасный Буэно Арт, я их отмечала на инстаграме, вы можете зайти и посмотреть, и мне подарили вот такую вот милейшую золотую, знаете, такую элитную карточку, и здесь написано, что это карта привилегированного клиента, вот, так что я, и написано, важная персона, также было очень много вопросов по поводу моих зубов и что я вообще сейчас с ними делаю, собираюсь ли я что-то делать, как я уже говорила, я хотела снова поставить брекеты, но для этого мне нужно было выдирать 4, а возможно 6 зубов, и у меня бы осталось их 16, здравствуйте, потому что у меня выдрали абсолютно все, что только можно, у меня выдрали нижние восьмерки, и это было адово, все, кто помнит мой мурмурток, в котором я рассказывала, как мне их выдирали, те знают, но вот реально я никому, даже самым ярым людям, которых я ненавижу и которые ненавидят меня, я им такого не пожелаю, потому что это действительно в моей жизни было абсолютно самое болезненное, вот, все, что я пережила, потому что это было, я как вспомню, и когда мне сказали, что для того эффекта зубов, которого я хочу добиться, мне придется удалять клыки, точнее не клыки, а зубки, которые за клыками, и те же зубки внизу, то есть 4 зуба, во-первых, они коренные, вот, но они хотя бы не восьмерки, и мне сказали, возможно, еще и удалять восьмерки сверху, и когда я это услышала, я такая, все, спасибо, мне нравятся мои зубы, я ничего не хочу, спасибо, до свидания, вот, и мне сказали, ну вы подумайте, то есть у вас все идеально с зубами, потому что я носила брекеты, черт возьми, два раза, и за это время у меня прикус исправился, действительно так, как надо, вот, лучше быть не может, просто у меня крупные зубы, и их внутрь никак не впихнуть, у меня маленькая челюсть и крупные зубы, и для того, чтобы их впихнуть, как я уже говорила ранее, нужно выдрать другие, чтобы было место, куда их впихивать, слишком много пихать, я знаю, но ничего, вы переживете, вы же меня любите, и я вас, но вы поняли, все. Так вот, я решила, что я не буду ничего делать, меня все устраивает, и не стоит тех мучений, и парочка комментариев хейтеров, все ли я правильно сказала, я уже заговорилась немножко, сорян, сорян, ребят, ну так вот, и решила просто, чтобы уж хоть что-нибудь сделать, отбелить еще раз зубы, вы все помните мое отдельное видео, где я делала обзор на эти полоски, они абсолютно безболезненные, они действительно действенные, действенные, есть так условия? Эффективные, вот, и я снова заказала их, и сейчас я сделала всего две полосочки, но вы видите, какие сейчас зубы, вот, это все абсолютно благодаря им, и эффект от тех держался ровно год, и они стали просто чуть-чуть менее белые, я вот снова решила повторить, это абсолютно безболезненно, как я уже сказала, безвредно, и зубки становятся реально белые, прям голливудская улыбка, мне очень нравится этот эффект, поэтому я решила заказать еще раз, это самые-самые сильные, у них эффект от 4 до 6 тонов отбеливания зубов, поэтому, кому это интересно и кто хотел бы попробовать, я очень советую, там есть и для чувствительных зубов, и для двух тонов отбеливания, для трех, для четырех, ну и какая-то от 4 до 6, просто загляните в описание, если вдруг кому интересно, я действительно от души советую, ну и если кому прям не верится, можете посмотреть мое видео, я снимала целый отдельный обзор, если вы нажмете в правом верхнем углу буковку I, вот, там будет это видео, вот, надеюсь, я правильно разъяснила, но вот здесь где-то, я надеюсь, это правый верхний угол, потому что я вижу все зеркально, еще и перевернуто, потому что фотоаппараты, это очень сложно, ну, вы меня понимаете, котята, вот, что вам еще рассказать, вроде бы все сказала, а вот-вот, что еще хотела вам сказать, мы со Светой абсолютно спонтанно решили поехать в Питер, вот, возможно, вы смотрите это видео, когда я сейчас нахожусь в Питере, вот, потому что приедем мы туда в 9 утра 6 марта, обратно мы поедем 8, просто потому что Света учится в университете, и она не хочет, и как бы она на бюджете, поэтому ей категорически нельзя вообще пропускать занятия, поэтому я ее понимаю, и, возможно, я бы осталась там одна, но пока что я боюсь, поэтому лучше мы вдвоем съездим туда ненадолго и вернемся вместе обратно, и я буду знать это как чего, то есть я уже почти, то есть это не с родителями, мы почти самостоятельно, то есть, понимаете, как бы это я не одна еду, но я не с родителями, и как бы когда вы с предками, знаете, едете, вы абсолютно ни на что не смотрите, как в аэропорту, я никогда ни в чем не пыталась разобраться, понять, поэтому я дико боюсь аэропорт и лететь куда-нибудь одна, потому что я знаю, что я потеряюсь, а я потеряюсь, мне нужен обязательно кто-то, И чтобы мне показали, как, чтобы я запомнила, и потом не боялась. Вот, чтобы я поняла. Также мы со Светой, мы будем разбираться сами абсолютно, куда идти, что садиться, где искать наш поезд. Мы на Сапсане туда едем, обратно еще не решили, как. То есть нормально. А еще мы не знаем, где мы будем жить. То есть мы купили билеты туда, но мы не нашли отель, потому что отель это очень-очень дорого. Мы не хотим платить такие деньги, мы как бы не богачи, мы не элитки, да. То есть если вдруг мы найдем что-нибудь по карману, да, пока что нет. Я вообще сказала Свете, давай поедем на двое суток, то есть день, ночь, день. И ночь мы просто переночуем на улице, не будем спать, будем гулять по ночному Питеру. И она такая, а давай. То есть вы понимаете, насколько мы родственные души, да. Вот. И мы уже договорились, потом она говорит, слушай, а давай еще один день возьмем. Я говорю, что, две ночи не спать, мы чокнемся. И я тогда начала спрашивать у вас в ВКонтакте, на стене, ребят, кто-нибудь может нас, пожалуйста, приютить, потому что как бы, ну, двое суток, и Питер, как бы, как в Москве сейчас не тепло, спать на лавочке, как бомжи как-то, две ночи, это не очень, вот. А не спать две ночи, это вообще очень-не очень. Так что да, и вроде мы нашли людей, но бывает, знаете, когда вот уже вроде договорились, и в итоге не получается, поэтому нужно подстраховаться, и мы сейчас ищем что-нибудь, но я думаю, мы не умрем все равно. Так что, если у вас вдруг есть какие-то варианты, то, пожалуйста, пишите, вот. Хотя, возможно, вы сможете это видео, когда мы уже в Питере, и это уже не особо-то полезно, но тем не менее. Влоги из Питера будут обязательно, все три дня я буду снимать видео, потому что, че, мы просто так, что ли, поехали? Да, мы поедем смотреть город, но я вам обязательно запишу все. Все, насчет встреч, ребят, не знаю, и, как бы, вы, наверное, уже лучше знаете, потому что я снимаю сейчас видео, знаете, какое сейчас число? 26 февраля. Вот, просто я снимаю видео, как я уже сказала, каждый день, помногу, и поэтому я их выкладываю задолго вперед. Ну, вы поняли. Вот, то есть, и потом YouTube сам опубликовывает в то число и в то время, которое я ему укажу. Все продумано, короче. И так как у меня два видео в неделю расписание, это написано на баннере. Кстати, баннеры мне рисуют в последнее время и на второй канал. Вы знаете, что у меня есть второй канал? Извините, что я прыгаю с тему на тему, но у меня есть второй канал. Опять же, нажмите на буковку I и подпишитесь, потому что там тоже будут влоги, там тоже будут видео, там в основном сейчас видео с перископа, но канал будет обновляться, я пока что вот только начала его грузить, как-то раскачивать, поэтому подпишитесь, поддержите зайки. Вот, и я забыла, о чем я говорила. Типичная я. Ну, вот, мы приедем в Питер, вот, насчет встречи. Я не знаю, но я ближе к делу напишу, возможно, да. Возможно, нет, тем более на улице холодно, если мы найдем каком-нибудь кафе, если мы договоримся, да. Опять же, если будет время, если будут возможности, если Света согласится, потому что, ну, что нам будет делать? Вот, вот, если как бы нет, то в следующий раз, извините. Вот, ну и тем более три дня, мы хотим посмотреть Питер, везде абсолютно походить. Если у нас останется время, то, конечно же, ребят, я очень постараюсь, потому что, ну, потому что, зачем мне что-то объяснять? Нет, значит, в следующий раз я приеду еще обязательно весной. А, я и так еду туда весной. Логика. Просто у меня до сих пор февраль, ну, потому что 26 февраля, сорян. Но мы обязательно, я и мы, и со Светой еще приедем, и я отдельно еще приеду, потому что все, теперь я в Питере буду, как такая прошальная чекуля, встречи еще будут и не один раз, поэтому не переживайте. Вот, но встретить вы меня можете в этажах 6 марта утречком, нас там будут фоткать со Светой, и мы будем просто как бы, ну, нам интересно посмотреть, что там вообще, потому что место, типа, популярное, хипстерское. Приедем, я была уже в влоге, оттуда будет много фоток. Подскажите, пожалуйста, кто из Питера, какие-нибудь клевые кафе и места, которые интересно посетить, где можно сделать классные фотографии, ну, что в Питере действительно можно посмотреть, что было бы интересно. Вот, ну, и в такое время года, то есть, вы понимаете. Заранее огромное спасибо, то есть, когда мы будем в Питере, мы будем читать комментарии, ходить по тем местам, которые будете советовать вы, и в видео мы обязательно будем показывать, кто нам посоветовал какое место. Типа такой квестик, ну, вы поняли. Ну, я думаю, что хватит вас грузить, пока что вроде новостей, все. Надеюсь, что я ничего не забыла сказать, потому что такое бывает. И потом я еще, когда уже сняла видео, все выключила, разложила, такая... Я забыла это сказать. Блин. Вот такое бывает часто. Поэтому подписывайтесь на Твиттер, там я все пишу всегда, короткое, лаконичное, главное. Вообще, на все мои соцсети подписывайтесь, пожалуйста. Это что, ребят, никак братья, я что-то вообще не поняла. Тут у вас 500к, а в других вообще... Вы что? Так что я слежу за каждым из вас. Правда. Я шучу, конечно, но подпишитесь, мне будет очень-очень-очень-очень приятно. Но также в последнее время меня очень много фотографируют, и фотографии я всегда выставляю в ВКонтакте, в Инстаграме, и подписываю, кто фотограф. Так что вы можете обращаться. Мои фотографы, особенно Дашуля, которая фоткала, типа, вот это, и вот это, и вот это. Мне нравится потом в обработке это все вставлять, но мы все это сейчас видели. Она безумно классный фотограф, и она недорого берет за фотосессии, и очень-очень быстро фоткает. Это просто. Поэтому обращайтесь, если вдруг кого заинтересовало, и кто хочет себе классненький фотосет. Все. А мне пора обрабатывать другие видео, отдыхать и готовиться к завтрашней съемке. Опять же, все. Всех люблю. Вы мои зайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok